Хорошо, давайте пойдем к конкретике. Что случилось? Есть такое усть Луги. Это большой терминал, нефтетерминал такой компании, как Новотек российской. Значит, украинцы долетели и туда. И, в общем, довольно красиво подожгли. Это Ленинградская область. Усть Луги где-то, да? 1250 километров от границы с Украиной. Значит, туда долетели украинские беспилотники и совершенно элегантно этот, в общем и целом, терминал, который, кстати, был наполнен и белорусским, поговаривают, топливом. Это я не могу подтвердить, но говорят, что с нафтана это топливо. Вот они взяли и туда долетели и этот терминал сожгли. Если это так, я должен сказать, что это очень круто, потому что это гигантское расстояние. 1250 километров. Очень мало стран в мире, которые могут себе позволить, ну, мягко говоря, ударить за такое расстояние. Это уже фактически расстояние удара баллистических ракет. Сначала Россия не признавала, что ракеты попали точно. Затем долго там шли дискуссии, откуда вообще эти ракеты, не ракеты, а дроны. Откуда эти дроны прилетели. В итоге, да, признали, что это были украинские дроны. Украинские дроны, которые очень точно, несмотря на гигантский этот километраж, несмотря на все линии противовоздушной обороны, которых там вроде как немало, да, должно быть, тем не менее... Коля, а что ты взял, что дрон, что увидел, что ли? Да, вот я вам покажу, даже нашел видео. Смотрите. Коля, а что ты взял, что дрон, что увидел, что ли? Я слышал, я думал, это подушка едет, а это дрон летел, оказывается. Да? Да. Это не это жужжал. Нет. Вот моя, она еще круче и круче. Вот, спалили этот нефтяной терминал. В общем, ареал в 1200 с чем-то километров, это уже очень серьезный. Ареал для удара. То есть, можно взять там от границы Украины, подчертить такой круг и посмотреть, какую площадь он занимает. Там вся российская промышленность. Там практически вся российская нефтянка. Именно нефтеперерабатывающие заводы, комплексы и терминалы, потому что это все шло потом на экспорт туда, на запад. Ну и Ленинградская область, вы меня извините. Там флот. Там еще один флот. Тот самый, да, Ленинградский флот, Питер. Поэтому, в общем и целом, украинцы показали очень серьезный потенциал для ударов по территории России. Конечно, этих ударов и Россия боится, и Запад боится. Но, мне кажется, без этого все равно не обойдется. Никуда не денешься. Вот пишут люди. Поход Прыгожина показал, что РФ я гнилая колода, якаю все ресурсы кидаю на агрессию. Не будьте так уверены в НАТО, в США тоже были уверены, а оно вот как получается. А рядается, когда РФ рыпнется на НАТО, отказ отразу полететь на Петербург, для финнов расплюнуть. Ну, это все пока на уровне, вот, просто вашей персональной веры. Просто, вот, один верит в одно, что НАТО очень жесткое, оно будет сразу, через секунду отвечать. Другой верит в другое, что сначала все соберутся на какой-нибудь саммите, и потом какой-нибудь Орбан скажет, а я не согласен. И какой-нибудь Словак скажет, а давайте это разберем, а давайте сначала переговорим. Это все на уровне веры. Вот украинцы бьют россиян на уровне действия, на уровне просто реального, жесткого военного действия. А вот это все предположения, что будет, если да, а бы, это все на уровне веры, психологии. У одних психология одна, у других психология другая. И какая психология тут выиграет, это большой-большой вопрос. Вот. Вот Аркадий Веселовский говорит, за кошмары церосейцев дроны могут пускать с территории РФ запускать. Может быть, может быть, но может быть и нет. Я думаю, что за эти два года, и об этом говорили украинские власти, они освоили производство дронов разной дальности. Ничего в этом, на самом деле, сложного нет. Ничего в устройстве этих шахедов сложного нет. Там мотоциклетный моторчик. Просто потому, что он очень экономичный. Эта штуковина может лететь очень далеко. Ставьте такой моторчик на украинский дрон. Обычный двухтактовый моторчик маленький. И он будет лететь, вот пока хватит топлива в резервуаре. Поэтому для этого не надо каких-то партизанских войск создавать. Поэтому посмотрим. Но в любом случае это важно.